Здравствуйте, господа! Вот уже несколько месяцев Весернет обсуждает одну животрепещущую тему, а именно заявленную Яндексом отключение ссылочного ранжирования для некоторых тематик. Вот в данный момент, когда я уже выступаю, уже прошла конференция, на которой объявлено, что свершилось, это факт, ссылочное ранжирование отключено и даже опубликован вроде как список тематик, где оно отключено. Однако я хочу задать вам вопрос. На самом деле, только ли сейчас мы начали жить без ссылок? Вот те, кто хорошо, профессионально занимается продвижением сайтов и периодически включает свои мозги для аналитики, они, наверное, уже заметили, что уже примерно год как в определенных условиях граничных ссылки перестали работать. Вот для сайтов, которым свойственны какие-то определенные параметры или каких-то тематик, около года назад продвижение ссылочное стало затруднено, а потом уже летом многие мои знакомые вынуждены были констатировать, что да, для каких-то очень узких граничных условий не работают ссылки. Поэтому, собственно говоря, то, о чем заявил Яндекс, он просто подтвердил факт, который был уже известен части специалистов отрасли. А события по опубликованию списков вот этих тематик, которых ссылочный вроде как не работает, это просто не анонс каких-то новых алгоритмов, а объяснение правил игры. Правила игры стали просто открытыми, то, что раньше было неявно. Давайте обсудим с вами, каким образом сайты могут продвигаться без ссылок, каким образом это ссылочное ранжирное можно отключить, как получились тематики, где оно отключено, как они были определены, и в конце концов, как нам дальше жить и продвигаться без ссылок. Наверное, последняя часть для многих уже не актуальна. Хорошие специалисты за последний год, повторюсь, уже научились продвигаться без ссылок, но давайте просто в общих чертах это рассмотрим. Начнём издалека. В начале прошлого века наш российский академик Щерба сделал известную вот такую фразу. Он сначала её дал своим студентам на лекции, а потом она пошла, в общем-то, в специальную литературу и стала широко известным в народе. «Глокая куздра, штек бодланула бокра и кудрячет бакрёнка». Эта тема не имеет отношения к севу, это чисто русский язык. Так, смотрите, какая интересная фраза. Здесь нет ни одного слова, которое принадлежало бы к русскому языку, вообще к какому-либо языку мира. Однако мы прекрасно понимаем, о чём идёт речь в этой фразе, что кто-то женского рода напал на кого-то мужского рода и сейчас, в общем, атакует его ребёночка. Мы можем в этой фразе менять слова как угодно, на любые другие слова, которые мы сами придумаем. Если мы будем их ставить в нужный падеж, в нужные словоформы, то смысл фразы не изменится, он будет понятен. Почему так происходит? Потому что в русском языке информация содержится не только в самих словах, но и в грамматической конструкции. И мы за свою жизнь, произнеся, не знаю, миллионы или миллиарды слов, я уже статистику не знаю, ну, огромное количество слов, огромное количество фраз, у нас на подкорочке записалась статистика, что вот фраза, построенная таким-то образом, она означает то-то. У нас записались в мозгу какие-то статистические модели фраз. И если нам попадается в разговоре статистическая модель, фраза, соответствующая той или иной статистической модели, мы прекрасно поймём, о чём идёт речь. Мы можем написать целый текст, где в каждом слове будет по три ошибки. Каждое слово отдельно, оно может быть даже вообще нераспознаваемое. Мы прочитаем слово, мы не поймём, что это за слово, в нём три ошибки. Но как только мы его ставим в текст и составим текст из таких слов, мы сразу поймём текст, о чём идёт там речь во всех деталях. Вот эта особенность русского языка, она, в общем-то, характерна для продвижения сайтов, о чём я скажу чуть дальше. Ну, могу как бы ещё и так более детально давайте разберём, продолжим эту тему, что… Вот возьмём не клок и куздру, а фразу, которая, ну, в простонародных русских ворогинах понятно, о чём идёт речь. Начнём менять одно только слово. Слово «настучал», потом «балдорукнул», «приласкал». Вот мы в этой фразе заменили слово «настучал» на полностью противоположное слово «приласкал», а смысл фразы у нас не изменился. Более того, это чудесная фраза. Вот мы можем менять все слова в этой фразе, и точно так же, как в локой куздре, смысл не изменится. А теперь представьте, что это не фраза, а сайт. И каждое слово отвечает за один из тех параметров, с которыми работает оптимизатор. Пусть, допустим, слово «Вася» будет в ссылке, слово «оскорбил» будут поведенческие факторы, слово «петь» отвечает за оптимизацию текстов, слово «настучал» за уникальность контента. Мы можем менять эти слова как угодно, а смысл фразы не изменится. Поэтому вот точно так же поисковик, который за свою жизнь, за 10-15 лет своего существования просмотрел миллионы, миллиарды сайтов, у него тоже сформировались вот такие вот статистические модели сайтов. И если этому поисковику попадается вот такая знакомая статистическая модель, мы можем как угодно там менять вот эти факторы, с которыми работает оптимизатор, мы поисковик не обманем. Он будет знать, что это за сайт. Я очень долго искал, скажем так, модель, которая была бы доступна каждому, и в конце концов я нашел аналогию, которая мне самому очень нравится, и по опыту она действительно, ее понимают все. Вот есть такие, вроде такая вещь, как UR-код. Такой штрих-код, где можно зашифровать текст, картинку, очень много информации. Вот, допустим, на QR-коде, который вы видите сейчас на экране, зашифрована фраза «хороший сайт». Там немножко букв, а кубиков на нашем QR-коде несколько сотен. Это говорит о том, что каждый кубик, каждый пиксель отвечает за большое количество букв. И наоборот, что за каждую букву отвечает несколько десятков, а то и сотни пикселей. То есть у нас все вот так переплелось. И связать, вот, что именно, какой именно рисунок, какие именно пиксели определяют, что в первой позиции будет стоять буква «Х» за главное, мы не при помощи какого анализа, мы это сделать не сможем. Ну, то есть теоретически, наверное, можно, но придется считать больше, чем существует в Вселенной. Более того, вот в этом вот, в этой системе переплетенной информации избыточной. Вот, смотрите, у нас сейчас несколько QR-кодов на экране. В одном QR-коде зашифрована фраза «хороший сайт», а в другом зашифровано слово «говносайт». И вот мы берем кусочек из QR-кода, который «говносайт», переставляем его на кусочек хорошего сайта. Из хорошего сайта берем кусочек и переставляем его на «говносайт». Меняем местами, перезводим ротацию. После наводим смартфон, который распознает прекрасно такие QR-коды, и видим, что нам не удалось исказить информацию, что она осталась прежней. Хороший сайт, куда мы поместили кусок «говносайта», так и остался хорошим сайтом. И наоборот. Вот когда Садовский или какой-нибудь другой специалист из Яндекса, выступая публично, говорит фразу, что Яндекс работает с местами метриками, если мы с местами метриками, я не помню, как они там цифры произносят, то почему-то у всех в мозгу откладывается одно, что каждая метрика — это тот самый фактор, с которым работает оптимизатор. Что, допустим, есть метрика, отвечающая за уникальность текстов, есть метрика, отвечающая за ссылочное ранжирование. На самом деле это не так. Вот те метрики, с которыми работает Яндекс, это вот эти вот как раз и есть статистические функции, которые очень сложным образом связаны с реальными факторами, с которыми работает оптимизатор. То есть нет такого пикселя, нет такой метрики, которая бы однозначно в Яндексе определяла, как влияет уникальность текстов на позицию сайта. Нет такой метрики, которая считала бы там количество ссылок, количество ключей и, исходя из этого, определяла бы позицию. Это все очень сильно пересекается, это очень все сильно взаимосвязано, взаимовлиятельно, и поэтому, собственно говоря, какой-либо изаимосвязи восстановить просто невозможно. А тот, кто говорит, что он умеет это делать, ну, либо хвастается, либо еще хуже пытается вас обмануть. Поэтому, да, какой практический вывод из этого можем сделать? Что, несмотря на то, что у нас есть 700 метрик, эта информация избыточна. Очень часто, для того, чтобы понять, что за сайт, не надо 700 метрик, достаточно 20, 30, иногда 3-х метрик. Понимаете, вот если у нас, берем всего 3 метрики Яндекса, если они у нас пересеклись, образовали не эти замкнутые контуры, ну, говоря графически, вот все сайты, которые оказываются внутри этого замкнутого контура, они будут ранжироваться одинаково. У них будут сходные правила ранжирования. И мы говорим, что эти сайты находятся в одной статистической модели у нас. Поэтому суть проста. По мере того, как поисковые машины накапливали статистику, по мере того, как они совершенствовали свои механизмы, им требовалось все меньше и меньше информации для того, чтобы понять, какой перед ними сайт. Потому что сама суть этого сайта, она уже заложена в статистической модели, как в Локой Куздре, неважно, какие слова. Важна последовательность, важно, как построена эта фраза, как построена статистическая модель этой фразы. Вот наступил момент, когда ровно то же самое, можно стало говорить и про сайты, что не требуется брать все эти симптомы. Они существуют, они используются. Но для того, чтобы понять, что за сайт, достаточно 20-30, в конце концов, трех метрик. И если среди этих трех метрик не будет метрики, которая определялась бы ссылочным ранжированием, которая вообще как бы пересекалась с ссылочным ранжированием, значит, ну и нафиг это ссылочное ранжирование. Вот для данной статистической модели оно уже не нужно. Когда я читаю на форумах о том, что вот Яндекс, допустим, отключил ссылочные ранжирования в сайтах по электронике, по бытовой технике, и он это сделал для того, чтобы эти сайты не конкурировали с Яндекс.Маркетом, это бред. Просто для сайтов, для магазинов, продвигающих, продающих электронику и бытовую технику, накопилась такая, такой большой объем статистики, сформировалась такая статистическая модель, для которой ссылки просто не нужны. Есть ссылки, нет ссылок, уже роли не играет. Яндекс получает эту информацию совсем из других метрик, которые никак с ссылками не связаны. И, соответственно, по мере того, как процесс будет продолжаться, как поисковые машины будут эту ситуацию, будут эту статистику накапливать, соответственно, будет все больше и больше тематик, все больше и больше статистических моделей, которые смогут обходиться без ссылок. И вопрос. И что, ссылки все? Ссылки отменены? Ссылки покупать не надо? Ну, я бы так не сказал. На самом деле, когда мы говорим, что ссылочное ранжирование в той или иной области, в тех или иных граничных условиях, больше не работает, это не значит, что не работают ссылки. Ссылочное ранжирование не работает, да. Но ссылки, они нужны не только для того, чтобы определить позицию сайта выдачи. Ссылки, например, нужны для того же, в том числе для того, чтобы определить саму статистическую модель сайта. Понимаете? Вот поисковая машина в течение 10 лет накапливала статистику по сайтам. И все эти сайты были ссылками. Худо бедно. Так или иначе, сам факт наличия ссылок, сам факт архитектуры этих ссылок, сам факт качества этих ссылок, он все равно остался. Эти ссылки, они определяют попадание вашего сайта в нужную статистическую модель. На позиции они не влияют. Но на то, чтобы сайт попал в ту статистическую модель, где позиции не работают, ссылки по-прежнему влияют. Поэтому это легко проверить. Вот если у вас есть, допустим, сайт по электронике, вы видите, что закупленные вами ссылки больше не работают, просто возьмите и единовременно, разом удалите, снимите все покупные ссылки, которые у вас были. Спустя какое-то время вы заметите, что позиции сайта у вас изменились. Они изменятся непредсказуемо. Они могут измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. Но они изменятся. Это будет говорить о том, что поменялась стат-модель вашего сайта. Яндекс, помещая ваш сайт в ту или иную статистическую модель, учитывал в том числе и наличие этих ссылок, их качество, их архитектуру. Теперь их нет, ваш сайт находится в другой статистической модели. Поэтому... И чуть не забыл. Есть еще один момент, очень важный. Понимаете, в работе поисковых машин бывают сбои, в работе поисковых машин бывают отклонения. Поэтому сплошь рядом, даже при отсутствии ссылочного ранжирования, могут возникать моменты, и такие моменты будут возникать, когда поисковая машина, увидев, что имеющихся данных у нее не хватает, чтобы отранжировать ваш сайт, она будет обращаться, она будет делать такой бросок с ссылками, все-таки смотреть, что там. Это не будет основным. Это будет только в каких-то вот таких пиковых ситуациях, которые, может быть, и не возникнут. А может, и возникнет. Более того, поисковый алгоритм совершенствуется, регулируется. Там все время подкручиваются какие-то такие движочки в ту или иную сторону, чтобы улучшить ранжирование. Движочек может быть подкручен так, что измененный, перенастроенный алгоритм вновь зацепит ссылки. Их наличие в этот момент будет важно. Конечно, я понимаю, что вот то, что я сейчас сказал, это может быть не очень четко, не очень как бы конкретно. Но если вы хороший специалист и умеете работать с ссылками, вы, наверное, поймете, о чем я. Что все-таки какое-то количество... Да, ссылок надо иметь. Конечно, принципы работы с ссылками, они в корне изменились. Вот та ситуация, когда приходил на фирму так называемый оптимизатор, говорил, давайте я продвину ваш сайт, брал бюджет, половину бюджета клал себе в карман, половину бюджета относил на САП и закупал ссылки, и какой-то результат хода беден получал. Вот эта система, она уже, конечно, уходит в прошлое. Вот этим оптимизаторам, которые покупали ссылки, не понимая, как они работают, видимо, придется уже как-то переквалифицироваться. Может в контекст уходить, может еще куда-то. Но это, наверное, к лучшему, потому что останутся хорошие, грамотные оптимизаторы, которые будут понимать, как именно работать с ссылками вот в этих новых условиях. Я уверяю вас, господа, что тратя небольшие бюджеты и работая с ссылками даже в тех областях, где ссылочное ранжирование отключено, можно добиваться очень хороших результатов, просто смещая стат-модель за счет закупаемых ссылок. Да, напрямую они не будут влиять на выдачу, но они будут влиять на то, как Яндекс будет оценить ваш сайт. Тут, ладно, я не буду об этом говорить, тут может быть очень такие интересные меры, просто на уровне высшего пилотажа, когда сайт, посвященный электронике, вдруг начнет ранжироваться, не знаю, как автосайт. Такое тоже возможно сделать при помощи ссылок. Ну, это опять-таки разговор на много часов. В рамках одного мастер-класса его, наверное, уложить невозможно. Но если кто-то из вас понял, о чем я сказал, милости просим, приходите на сайт www.google.ru.ru, мы с вами этот вопрос обсудим, потому что перед нами с нововведениями Яндекса открываются самые радужные перспективы, появляются новые возможности, которых раньше не было. Спасибо за внимание.